В конце июля Samsung представили линейку Galaxy Fold, Galaxy Flip, Galaxy Watch 6, а также линейку Galaxy Tab S9. Я приобрел себе Galaxy Tab S9 Ultra. Давайте посмотрим, что тут есть. Поставка идет в достаточно стандартном упаковке теперь уже. Это сам планшет, который упакован в вот такую бумажную обертку. Также идет Pencil, ну и макулатура со скрепочкой. Также идет кабель питания. Никакого блока питания, ничего нет. Итак, в наших странах за предзаказ данного планшета нам давали Smart Cover, который из этого планшета делает офигенный ноутбук. Валя! Это теперь полноценный ноутбук. Скажу так, если у вас нет ноутбука, это ультимативная вещь. Если у вас есть ноутбук, тогда задумайтесь взять себе диагональ поменьше. Это плюс версию с 12-дюймовым версией экрана, либо взять S9 просто. Он будет десяточка, но зато приятненько, если идет это дополнение к ноутбуку. Пройдемся по характеристикам данного устройства. Соответственно, Tab S9, Tab S8 Plus и Tab S9 Ultra. Это Snapdragon 8 Gen 2, специальный для устройств Galaxy. Четыре динамика по бокам. Динамики у этого планшета очень мощные. Даже, наверное, мощнее, чем в моем игровом ноутбуке от MSI. Слушать звук с данного планшета один кайф. Итак, по поводу дизайна. Дизайн у него не изменился с прошлого года, как у Tab S8. Такой же дизайн. Итак, сверху кнопки блокировка экрана, качельки регулировки громкости, два микрофона и слот для microSD-карты. Так же эта версия существует с LTE-версией. В той версии есть платок для сим-карты. По бокам получается по два динамика. С левой стороны экрана это микрофон тут и USB Type-C. На задней крышке мы увидим это две камеры со вспышкой, а также есть место под зарядку данного пенсила. Она магнитится. С прошлой версии это было стеклянная. Теперь они сделали ее пластиковую. На торце также есть магниты для удержания S-пэна. Ну, а снизу мы видим разъем под клавиатуру и два выреза, чтобы эта клавиатура, соответственно, держалась получше. Подключается и ставится чехол достаточно легко. Ставится это все, получается, сначала на камеры и магнитится все само по себе. Этот чехол достаточно удобный для использования в таком режиме, в таком режиме, когда вам что-то надо сделать, посмотреть, напечатать. В таком режиме, когда у вас еще подключена, например, клавиатура. Также, если подключена мышка Bluetooth-овская, без проблем, этот планшет становится отличной заменой для ноутбук. Про влага и пылезащиту. Samsung защитил данные планшеты по стандарту IP68. Это водонепроницаемость и пыльнепроницаемость. То есть, с данным планшетом можно идти в бассейн, плавать и данный планшет может находиться под водой до часу. Также и S-Pen был подвергнут данному приятному сюрпризу. S-Pen также водонепроницаем, соответственно, можно на планшете работать, писать прямо в воде. Поговорим немножко об экранах. Как я говорил ранее, этот экран диагональю 14,6 дюймов, который способен заменить рабочий ноутбук всем своим функционалом, даже больше, в принципе, чем ноутбук. Экран очень яркий, оснащен 120 герцами. На максимум яркости он прям очень, прям очень яркий. На солнце с ним работать очень хорошо и очень удобно. Ничего не бликует, все отчетливо видно, что происходит на экране. В экране есть вырез. Да, это челка с двумя фронтальными камерами. Одна со стандартным углом обзора, другой широкоугольный. Это когда у вас в кадре больше одного человека. Соответственно, вот так пишет фронтальная камера Galaxy Tapos 9 Ultra. Это стандартный режим. Данный режим это уже сверхширокоугольный. Звук пишется тоже с планшета. Планшет стоит, соответственно, на смарт-кавере. И руки при этом свободны. Руки на столе. Экран у нас диагональю, как я уже говорил ранее, 14,6 дюймов. Это практически ноутбук. Если в нем есть смарт-кавер, то у него есть своя мышка, тачпад, который можно управлять. Если подключить еще блютусную мышку, можно еще блютусной мышкой отдельно вместо тачпада управлять спокойно. У данного планшета есть режим DEX. У Samsung это самая крутая фича, что я вообще видел из всех. То есть это из режима планшета он превращается в режим ноутбука, в котором можно делать все, что угодно, как на обычном стандартном ПК, лаптопе, ноутбуке, нетбуке, как хотите так называйте. То есть есть оконный режим стандартный для Windows, для Mac, есть файлы, файловый обменник. Все файлы можно посмотреть SD-карточки подсоединять, SSD-шники, внутренние и внешние, сетевые, можно подключать все, что угодно, можно подключать, как с обычным нормальным ноутбуком. Также есть удаленный доступ к серверу на Windows или на Linux, без разницы. В этом режиме DEX действительно планшет превращается просто в полноценный ноутбук. По поводу данного планшета в режиме DEX. В полноценном ноутбуке некоторых даже программ или приложений, там тот же самый GoPro Quick, Instagram, Messenger, AliExpress. Именно приложений нету. Тут же есть и Photoshop, и LumaFusion. В общем есть все приложения, которые у вас есть на телефоне и на планшете, они все есть в этом режиме DEX. И они работают адекватно. Все уведомления, которые вам приходят на планшет, на телефон, они все собираются вот здесь. Все собирается в шторке уведомлений. Здесь вы же можете также смотреть, как на ноутбуке, календарь и управлять устройством Wi-Fi, Bluetooth, звуком, фонариком, экраном записи и всем остальным функционалом, которые есть на планшете. Выход из режима DEX такой же стандартный. Выйти из DEX. Также есть эта же кнопка на клавиатуре. Также давайте поговорим про подключение данной клавиатуры. Клавиатура идет стандартная QWERTY со всеми функциональными кнопками, которые можно забиндить. Есть три приложения, которые можно забиндить, а также стандартное достаточно это меню всех приложений, список последних предложений, кнопка домой на рабочий стол. Также уменьшать, увеличивать яркость, выключать, включать звук, увеличивать и уменьшать громкость. Также вызов сразу настроек и вызов DEX. Ход клавиш у клавиатуры достаточно хороший, очень удобно печатать. Также можно сразу же тут же начать писать что-то, если надо писать. То есть, например, сразу исправить ошибки, либо подписать какие-то сразу документы. Итак, у Samsung есть очень интересная вещь, такая как второй экран, это подключение, мультиконтроль. Если у вас Galaxy Book рядышком или телефон, можно подключить телефон. Вот он нашелся, я его подключил и он мне сразу видит, что он по эту сторону. Можно задать, что он выше находится, если он, например, выше подсоединен, сбоку, если он с этого боку, ну либо снизу, если он там снизу. Что мы можем с этим делать? Можете спросить меня. Мы сделаем по левую сторону и теперь мы можем просто перекинуть мышку сюда и можно делать на телефоне все с мышкой и с клавиатурой. Например, можем написать, раскладочку поменять надо. Вуаля! Также этот S Pen работает и на самсунговских всех устройствах, которые поддерживают стилус. И можно им управлять также, все печатать, писать. Также можно передавать в данной связке с устройства одного, например, мне надо вот эта фотография. Я ее выделяю и просто задерживаю и передаю сюда. И здесь, например, куда мне ее надо сохранить? Например, в камеру. Все. На данном устройстве теперь есть файл, который мне нужен. Также в данной связке работает и перенос файлов. Например, документы. Мне нужен там, не знаю, какой-нибудь документ. Nike, Jumbo. Вот, например, человек мне на этот нужен. Я его просто переношу сюда, он перекопируется. Все быстро, все удобно. Если у вас, например, здесь SSD-шник, вам нужен, например, вот этот ролик, который я выставлял, когда купил GoPro. Мне, например, этот ролик нужен здесь. И вот он у меня уже здесь, соответственно, будет. Передача файлов идет. Но так как файл достаточно большой, передаваться будет какое-то количество времени. Если у вас все устройства Galaxy есть, это, например, планшет, наушник, телефон, если это все у вас Galaxy устройства флагманского типа, тогда у вас также есть возможность, чтобы принимать звонки с телефона на планшете, быстро переключаться наушники с планшета на телефон и наоборот. Также у планшета есть стандартный режим. Режим использования нескольких аккорд, как это сделано очень хорошо у Samsung. Например, нам, ну давайте посмотрим, давайте включим Chrome. И при этом нам, не знаю, ну вдруг понадобились файлы. Посмотрите, какие-то файлы. При этом нам кто-нибудь пишет там в тот же самый. Давайте Telegram. Telegram мы откроем, как обычно, окошечко. Либо давайте вообще вместо файлов заметки откроем. Нам надо, не знаю, что-то быстренько записывать. Соответственно, мы, вот, например, Samsung выпустила портейбл SSD T9, у которого скорость до 2 гигабит в секунду. И цена всего 140 долларов. Соответственно, мы это можем сразу написать, например, покупки, да? Прямо так и написать. Единственное, что язык был ввода английский. Поэтому напишем еще раз. Покупки. Язык мы ввода поменяли. Покупки. И, например, хочу поменять вот эту вот вкладку. И вот эту вот SSD-шник хочу взять себе. SSD T9. Купить. Обязательно. Соответственно, мы сразу же сделали, что мы хотели, то сразу написали, сделали. Здесь мы сразу ввели, что нам надо. Также мы можем почитать, посмотреть сразу же здесь. Зайти к себе в чат. В чат заходится, кстати, вот так. И мы находимся в самом чате. Мы тут, кстати, недавно обсуждали купленный мной SmartTag 2. И также сравнили его с AirTag, который у Samsung. Так выглядит самсунговский SmartTag 2-го поколения. Пожалуйста. Ну, например, нам понадобилось, не знаю, что-то посчитать, допустим. Мы зашли в Notes, что нам нужно. И нам нужен калькулятор. Соответственно, мы включаем калькулятор. И вот он, пожалуйста, у нас калькулятор. Вводим, что нам надо. Считаем. Быстро сразу уже записываем, что там нам надо. Какое-то там число. Число. Да? Сразу там, не знаю, можно поделить там на 3. Например, да? Для школьников. Пожалуйста. Ну и так далее. Спасибо, что посмотрели данный обзор. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть с данным платшетом еще. И до скорых встреч.